МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Определен победитель всероссийского конкурса по книге благонравия праведников. Четыре золотые и две бронзовые медали – таков результат, с которым дагестанские боксеры завершили свои выступления на чемпионате России. Скверу воинов-интернационалистов в Махачкале присвоено имя генерала Амара Муртазалиева. По этому случаю в парке собрались родственники, коллеги и друзья военачальника. Амар Муртазалиев более 45 лет прослужил в органах государственной безопасности и всю свою сознательную жизнь посвятил защите интересов государства. Выступил инициатором разработки и реализации идеи национального примирения в Афганистане. Это позволило вывести из противостояния свыше 40 тысяч граждан, входивших в банформирование. Амар Муртазалиевич является ярким примером служения Отечеству, мужества и патриотизма. Выполняя боевые задачи на разных участках, веренной Родиной, он всегда проявлял себя лучший специалист и лучший из нас. Супруга военачальника Сакинат Муртазалиева поблагодарила всех за то, что не придают забвению светлую память генерала-майора. Кроме того, в рамках мероприятия состоялось вручение боевых наград ветеранам военных событий в Афганистане, старшине Мусе Аскерханову и старшему сержанту Телей Иманалиеву. Три школы открыли в Дербенте после капитального ремонта. Это первая гимназия, средние образовательные учреждения номер 11 и 3. Во многих городских школах и детсадах реконструкция не проводилась со днях основания. Состояние поддерживалось лишь косметическими работами. Сегодня Дербент находится на стадии капитального ремонта абсолютно всех образовательных учреждений. В этом году работы запланированы еще в четырех школах, двух гимназиях и четырех детских садах. По оставшимся объектам готовится проектно-сметная документация. Пропавший в Каспийском море катер найден пограничниками. Напомню, ранее сообщалось, что семеро туристов из Санкт-Петербурга, отправившиеся на частном катере из Волгограда в Махачкалу, потерялись. В последний раз на связь по спутниковому телефону они выходили 3 сентября. Сегодня утром катер обнаружили в районе острова Тюлени. На его борту трое детей и четверо взрослых. Все живы и в медицинской помощи не нуждаются. Известно, что путешественники не проходили регистрацию в качестве туристической группы в территориальных органах МЧС России. В Махачкале демонтировали незаконное строение в микрорайоне Ак-Гёль. Возведение объекта осуществлялось с нарушением закона. Вместо разрешенного строительства двухэтажного дома собственник начал возводить многоэтажный дом. С привлечением ответственных структур на уровне четвертого этажа стройка была приостановлена и снесена. Как сообщают в прокуратуре, ведется работа по выявлению фактов самовольного строения или возведения объектов без необходимой документации. Мэр города Салман Дадаев на одном из совещаний отметил, что третий год, как на территории Махачкалы, прекращена выдача разрешения на строительство многоквартирных домов. Он также добавил, что необходимо усилить принудительное исполнение решения судов по демонтажу незаконных объектов. Машина за вакцину. В Махачкале объявили розыгрыш среди привившихся от COVID-19. Он будет проходить с 4 сентября по 25 декабря. Помимо главного приза, счастливчики смогут получить велосипеды, айфоны и множество других призов. Участниками автоматически становятся все махачкалинцы с датой регистрации сертификатов за указанный период. Победителя определяют методом генерации случайных чисел. Розыгрыш будут транслировать в прямом эфире в сети Инстаграм на странице мэра Махачкалы Салмана Дадаева. Кроме того, участники смогут получить призы от бизнес-сообщества города. Ежедневно будут разыгрываться по два сертификата торговых центров столицы номиналом 1000 рублей, а также пополнение тарифного счета на 500 рублей от операторов мобильной связи. Победитель Всероссийского конкурса по книге «Благонравие праведников» определен. Торжественное награждение прошло в Махачкале. Тысячи участников со всей страны боролись за главный приз – квартира в столице республики. И кто в итоге стал ее обладателем, узнал Хамзнур Магомедов. 14 тысяч участников разных возрастов нации вероисповеданий. Книга «Благонравие праведников» объединила Россию. Содержание книги «Благонравие праведников» как раз таки ориентировано на то ядро, на ту основную цель, которую несет в себе религия Ислам. Это формирование благих нравов, это воспитание, это наполнение смысла своей жизни именно уважительным отношением ко всему и ко всем окружающим. В финал конкурса прошли чуть более 200 человек. Их работы проверяли неделю. Среди участников немало тех, кто выучил книгу наизусть. Поэтому работы призеров организаторы перепроверяли шесть и более раз. Люди книгу знают наизусть и пишут слово в слово. Даже в тех местах, где мы хотели, чтобы они в общем написали, дали ответ, там тоже они писали как есть из книги, либо абзац, либо что-то высказывание, они вот так полностью его писали, цитировали. Между первым и вторым местом там полтора балла практически, целых десятых, и вот так дальше еще меньше, еще меньше, где-то там две десятых, где-то три десятки, вот такая разница, где-то шесть десятых, очень серьезная игра. В итоге отобрали 15 лучших знатоков книги, им вручили дипломы, денежные вознаграждения и бытовую технику. Третье место заняла у Жанат Абдулаева. Она заработала путевку на Малых Ажумру, в Лучезарную, Мекку и Медину. Второе место у Заиры Гамзатовой. Она получила 200 тысяч рублей призовых. К этому конкурсу я готовилась 8 месяцев, если быть точнее, и 18 дней. Сколько раз перечитала, я не помню, но я его целыми днями читала. Были первые два месяца, я его вплоть до 3-4 утра учила. Главным победителем оказалась Марья Масья Тимирбулатова с Казбековского района. Она постеснялась выйти на сцену. Вместо нее подарочный сертификат на квартиру в Махачкале поучил ее мужа. Подготовка, конечно, была очень сильной. Можно сказать, занимала почти все время. С утра до ночи такого свободного времени у нее не оставалось. Больше мирной надежды было, чтобы победить. Очень прекрасная книга обучает нас, как нужно внутренне очищать себя, преображать свой внутренний мир. И вообще, как нужно прожить эту жизнь, чтобы спастись на том свете. В завершении церемонии награждения автор книги «Благонравие праведников Муфти Дагестана» шея Ахмад Афанди обратился к участникам и зрителям. Всем тем, кто изучал, я прошу Аллаха, чтобы Аллах им дал возможность следовать тому, что они изучали. Цель книги тоже заключается в этом, следовании тому, что мы знали. Это, конечно, зависит от Всевышнего, поэтому прошу Аллаха, чтобы Аллах нам дал возможность. Конечно, если мы стараться не будем, кто нас заставит следовать. Еще раз поздравляю всех участников. Я знаю, участвовали со всех регионов России. Не только изучат, даже сюда приехали, им большие проблемы. Но тем не менее они показали свою любовь к пророку, последователям, наставникам удачи, благополучия, здоровья и долгих лет жизни. Вассаламу алейкум ва рахматуллах и таалам ва ракату. Хамзанур Магамидов, Салман Китихмаев, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. В Дагестане стартовал проект «Автопортрет Северного Кавказа». Программа поспособствует решению проблемы учета народов и этнических групп. По словам Энрика Муслимова, министра по национальной политике и делам религии, Дагестан – самый многонациональный субъект России, и поэтому всероссийская перепись населения имеет особое значение для республики. «Автопортрет Северного Кавказа» станет поистине действенным инструментом контроля за полнотой учета жителей региона и соблюдения прав граждан на национальную самоидентификацию при проведении переписи в субъектах СКФО. Первая в истории России цифровая перепись, где используются новые методы сбора, технические особенности. Это впервые мы можем и должны донести, и можем самостоятельно заявить о себе и дать информацию на портале госуслуги, что во многом облегчает этот процесс. Более того, почему в Дагестане это важнее и нужнее, потому что у нас много коренных национальностей, и каждая этнос, народность хочет, чтобы даже один человек не выпал по той или иной причине из общей переписи. Почему? Потому что результаты переписи они хотят использовать для дальнейшего развития, сохранения самобытной культуры, национальности, своих традиций и так далее. То есть они используют для того, чтобы как выработать новые формы, методы сохранения, развития своей национальности. Это нужно и органам государственной власти. И о спорте. Четыре золотые и две бронзовые медали. С таким результатом дагестанские боксеры завершили свое выступление на чемпионате России. Итоги турниров в Кемерово были подведены 4 сентября, а накануне спортсмена встречали на Малой Родине. Тему продолжит мой коллега Курбан Рагимов. С золотом из Кемерово в аэропорту Махачкалы триумфаторов чемпионата России встречают самые близкие и преданные болельщики. В столице Кузбасса команда Руслана Хаирова выиграла четыре награды высшие пробы. Это лучший результат за последние годы. Всеми доволен. Действительно тяжелый труд. Два этапа сбора. Благодарю нас Федерации бокса, Министерству спорта. До конца каждый провел такие бои. Проявили дух, волю, стойкость. Турнир в Кемерово пропускали наши олимпийцы, однако ближайший резерв не подвел. 21-летний Джамбулат Бижамов становится первым уже второй год подряд. Победитель молодежных первенств мира и Европы уже готов к большим вызовам. На ближайшей задаче было подтвердить свой статус чемпиона России. Затем уже буду готовиться на чемпионат мира, который пройдет в Сербии через пару месяцев. Первый раз было тяжелее выиграть. Сейчас уже как-то закрепился сборной. И всегда, конечно, тяжело. На чемпионате России высокая конкуренция. Долго стремились к этому, тренировались, поэтому все удалось. Помимо Бижамова, лучшими в своих весах стали Курбан Байрамбеков, Вадим Мусаев и Шарабудин Атаев. Также в активе команды есть еще две бронзовые медали. Их завоевали Ислан Меджидов и Аминтаза Бекишев. Пока не осознал, что как выиграл, стал чемпионом. А так для меня очень ценный чемпионат России, выход на чемпионат мира. Тренируюсь в Каспийске у Джафара Зубергаджича и Джафара Магавина Зуберыча. Это отбор на чемпионат мира, поэтому я выложился на максимальный, чтобы попасть туда и в дальнейшем. Надеюсь, поехать туда и стать чемпионом. Полуфинальный и финальный бой я, если сказать, недоволен, как провел в бои. Мог бы и лучше адвоксировать, но как получилось, так получилось. Тренер также говорит, что полуфинальный и финальный бой, он этим недоволен. Конечно, есть куда расти, есть что улучшать, будем дальше работать, чтобы для остальных дальше радовать. Радость успеха с чемпионами разделили представители руководства Минспорта, Федерации бокса и другие спортивные функционеры. Спортсменов поздравили с ярким выступлением и пожелали удачи в предстоящих стартах. Ни в коем случае не расслабляйтесь, потому что каждый день, вы знаете, мало времени до Олимпийских игр. У вас есть цель. Надо идти к этой цели, надо идти выполнять свои задачи. Поэтому мы надеемся на вас, на вас надеет столько людей, особенно те, вы видите, самые дорогие для вас люди, это здесь находятся, родственники и близкие. Триумфаторов турнира в Кемерово ждет заслуженный отдых, однако почивать на лаврах никто не намерен. До старта чемпионата мира в сербском Белграде остается меньше двух месяцев. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Смотрите нас также на сайте nntv.ru. А у меня на этом все. До встречи.